Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 75-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. В этом уроке я вам покажу просто незаменимый виджет, который позволяет делать тень прямоугольником, объектом. Смотрите, вот здесь представлено два демо. Видно, здесь есть тень, здесь по краям тень. Это только два примера. Там еще есть несколько вариаций виджета отображения фиксированной тени. Мы сейчас рассмотрим. Это вообще замечательная просто находка. Соответственно, демо, демо 2 это уже сверху наложенный текст. Смотрите, как можно классно использовать. Раньше нам приходилось вот такие боксы с тенью делать на фотошопе. Это была графика. За счет вот этого виджета у нас теперь это все через KSS. Представьте, что теперь картинку, например, фотографию по размеру этого бокса. Вы сверху накладываете таким образом, стык в стык, да, тень будет как будто у фотографии. Или же здесь может быть какой-то график. Или здесь может быть сверху вы напишите какой-то текст. В общем, широкое применение данному виджету можно найти. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим, какие еще есть вариации теней. Вытягиваю виджет из библиотеки на холст. И давайте рассмотрим настройки. Смотрите, во-первых, вы можете за ползунки задать нужный размер вашей коробки. В настройках виджета здесь вы выбираете цвет именно заливки, да. Оставим цвет пока белый, чтобы тень лучше было видно. И давайте сначала Box Name. Ну, у каждого бокса здесь просто пишем индивидуальное имя. Например, Box 1, следующий Box 2. И самое вот интересное, это второе, Shadow, тень. Давайте рассмотрим. Вторую мы с вами видели. Давайте посмотрим вот эту вот тень. То есть видите, как все просто. За счет вот этого виджета мы можем делать теперь потрясающие боксы с фиксированной тенью. Видите, как классно. Теперь тень снизу. И это уже не график, а значит, эти элементы не будут утяжелять нашу страницу. Выбор тени, конечно, небольшой. Здесь идет, вот как я понял, по левой, по нижней, по правой стороне тень. Ну и, соответственно, сверху вы тут просто берете какой-то текст и накладываете сверху или какую-то картиночку. Дальше давайте зададим цвет, попробуем какой-нибудь. Смотрите, что произойдет. Как дублировать данный бокс? Зажимаю Alt и левой кнопкой мыши нажимаю и удерживаю, оттягиваю его в сторону, отпускаю мышь, отпускаю Alt. Вот так просто. Вы сдублировали, и у вас уже два бокса. Здесь можно поставить бокс 2. Вот таким вот образом, да? Теперь с таким арсеналом ваши возможности расширяются. И вы теперь можете делать просто бомба сайты, бомба проекты. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка под этим видео. Увидимся с вами в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите. Иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пэтч. Делайте их круто. Делайте лендинг-пэтч.